Номенклатура Операция свержения номенклатуры будет называться Национальная революция. Нужно забыть, что номенклатура сама себя называет кто либералом, кто коммунистом. Их основное видовое определение – семьи номенклатуры. НБП – партия отверженных. Потому нас на дух не выносит номенклатура. Не та, что у власти, не та, что в оппозиции. НБП – новая партия, но у нас узнаваемое древнее знамя. Знамя угнетенных. Знамя контрэлиты, которая стремится стать элитой. Предстоит кровавая и тяжелая борьба. Власть добровольно никто не отдаст. Гигантский спрут, раскинувший свои щупальца по всем городам России, переженившийся, породнившийся друг с другом, награбивший, сытопереваривающий, захваченная, не отдаст его неизвестным пацанам. Но на нашей стороне нереализованная мощная энергия. Вот с нею мы победим в начале внутреннего врага, и еще останется мощное ее количество на всех внешних. Выпустить джина народной энергии из бутылки. Вот наша задача. Эдуард Лимонов. Это 124 номер газеты «Лимонка», газета прямого действия, пятый год издания. Я вспоминаю, как за год до этого вышел сотый номер Лимонки. Он приехал из Владимирской офсетной типографии. Эдуард взял этот номер в руки и сказал, «Пацаны, я не предполагал, что наша газета просуществует так долго». А после этого было еще сто номеров, потом еще сто номеров, потом еще какое-то количество номеров. И за эти долгие годы, а сегодня исполняется 29 лет, с того дня, как вышел первый номер Лимонки, за эти годы мы сформулировали все, что только можно. Мы сформулировали лозунги не только для себя самих, но и для друзей наших друзей, врагов наших врагов, для всех, для кого только можно. Партия – это судьба, которую прожили тысячи людей, прожили достойно, героически и замечательно. Сегодня нацболы возглавляют свои политические движения, пишут книги, занимаются кучей полезных вещей. И самое главное, что сегодня нацболы держат оружие в руках и воюют за нашу Родину. Я от всей души поздравляю с этим замечательным днем всех друзей, товарищей, братьев, сестер. В России все остальное – ничто. Слава партии. Ну, собственно, сегодня день рождения Лимонки, во-первых, как бы, это даже, ну, как бы, что такое партия? Партия – это газета. Газета – это авторы, это бесчисленное количество таких гонзо-безумцев, которые сами лезут в гущу, сами потом описывают, что они натворили, а еще и по ночам сидят в каких-то библиотеках, роют там архивы, пытаются постичь, как бы, историю России, потому что только Россия – все, а остальное, как бы, ничто. Вот, 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 что такое партия. Партия – это газета. Ну, еще Анатолий Сергеевич Тишин, когда-то сказал, что партия такая, какой я. Вот тут вот все печально, потому что, если она такая, какой я, то, как бы, ну, нет, она, конечно, лучше, чем я. И в этом смысле, как бы, отсутствие каких-то активностей сегодня партийных, может быть, это такая недоработочка со стороны нас, нацболов в запасе, да, как это называет там, Володя Пантелюк. Вот, ну, как бы, собственно, что? Еще повоюю. Да, мы, в общем, как бы, и не останавливались никогда. Просто это, может быть, сегодня, как бы, не во имя партии, да, происходит. Но наше имя Дуарда Лимонов – это навсегда. Всем привет! Мы старейшие националы большевики. Никогда не забываем 28 ноября, потому что это для нас всегда праздник, день рождения Лимонки, день рождения партии. Партии той, которая нас воспитала, вот что, там, что я, да, что Гриша, он дополнит сейчас меня. Мы туда пришли, будучи подростками, и то, кем мы стали во взрослых жизни. Вот если нас кто-то считает хорошими людьми, то, собственно, вот это все хорошее, что у нас есть, это все благодаря партии. Но партия в нас воспитала порядочность, мораль, все дала, на самом деле. Партия, даже как не будет, может быть, это немного неправильно, но партия нам дала больше воспитания, чем наши родители. Вот. Есть еще огромное количество наших партийных товарищей, с которыми мы продолжаем на протяжении нескольких десятилетий идти ногу в ногу. Слава партии, смерть ее врагам. Двадцать лет, двадцать с лишним лет назад, как начался наш политический путь, вот так по сей день и продолжается. Партия нам дала друзей, партия нам дала будущее, партия нам дала семьи. В общем-то, ну мы много чем обязаны партии. Мы, собственно, ну вот как-то так. Газеты не могут. Несмотря на свой незначительный тираж, она оказала несмассущественное влияние на ход истории. Ход истории. Это именно то, что мы хотели сделать. Во времена, когда кричали все следы, что все, конец истории, дальше все, либеральный Запад победил, мы были с этим не согласны. У нас было незначительное число, как казалось многим, но мы очень хотели, чтобы история двигалась вперед. Можно нам направление. Да, двигать колесо истории было непросто. Она ломала нам кости буквально, буквально в смысле этого слова, но мы не сдавались. И вот только сегодня, что мы видим, мы видим, что те лозунги, с которыми мы шли, стали реальностью. Севастополь, русский город. Запорожье, русский город. Херсон, русский город. Киев, русский город. Все эти лозунги теперь стали официальной позицией, официальной точкой зрения. Мы можем среди читателей газеты, и в правительственных коридорах, в парламентах, в ресурсных корпорациях, среди успешных бизнесменов. Многие активные люди оказываются читатой газеты. И мы не можем этого забыть. Так сказать, тыпел класса продолжает биться в наших сердцах. Мы теряем товарищей, но мы продолжаем двигаться дальше вперед. До смерти! Субтитры создавал DimaTorzok